всем привет друзья сегодня мы с вами рассмотрим как всегда очень интересную партию центральные мощные пешки проходные пешки важность пешек и вы увидите каким интересным образом я в этот раз погодил я играть и 4 c5 сицилянская защита конь c3 конь c6 слон b5 фельдь б6 защищаем коня фельдем вернее усиливаем защиту слон c4 конь f6 f4 е6 е5 белые напали на коня конь d5 в этой ситуации у белых появился минимальный материальный перевес значит конь d5 ед и белый взяли эту пешку слон d5 конь б4 напали на слона слон b3 фельдь c6 нападаем пешку на g2 после чего уже спасти ладью который находится на h1 будет невозможно фельдь c6 фельдь е2 заметили белые сразу защитили пешку который находится на g2 c4 напали на слона уже слону некуда бежать в этой ситуации но хотя можно взять пешку c4 и разменяться фельдь е3 то есть слон не может отойти на а4 так как там не защищает слона никакая фигура но белые ответили на этот ход очень интересным ходом c3 и ослабилась поле d3 после чего я дал шаг конь d3 и белые уже потеряли право на рокировку король f1 конь и в 4 уже равная позиция так как я тоже отыграл пешку белых и затем напал на фельдя одновременно конь f4 фельдь f3 белые хотят возьми на разменяться потому что можно было бы отходить и на f2 тоже уже 5 я защищаю коня не не беру фельдя думаю что он мне обязательно пригодится же 3 уже белые напали на моего коня пешкой cb я взял слона и происходит происходит такой размен gf фельдь c4 защищаем пешку b3 хотя взять эту пешку белым выгодно так как открывается вертикаль а ладья может двигаться уже более свободно фельдь c4 d3 белые нападают на фельдя фельдь a6 уже в этой ситуации категорически нельзя взять пешку b3 так как теряется ладья открывается вертикаль а и черный фельдем берут эту ладью фельдь d1 белый возвращает фельдь c на начальное положение b а уже как вы видите появилась мощная проходная пешка надо было вовремя взять пешку b3 сейчас пешка a2 очень опасна и так как уже после уже единого хода получается лишь в обрезе как конечно если они смогут отогнать эту ладью б значит b а fg b6 то есть подключаем уже белопольный слон катаги c4 ну я лично не вижу никакого смысла в этот раз почему они сыграли c4 я тоже не понял слон b7 нападе на ладью конь f3 белые прикрываются таким образом слон f3 фельдь f3 уже в этот раз белые нападают на ладью черных и длинная рокировка ладья g1 слон c5 нападаем на ладью ладья g3 d5 можно взять на проходе но белые этого не делают и d4 это тоже является грубейшей ошибкой так как пешка c4 теряет свою защиту и пешка d4 не защищена никакой фигурой и я воспользовался этим шансом я не отошел в сторону слону я сыграл фельдь c4 взял эту пешку король е1 я взял эту пешку фельдь c4 и дал шах король е1 слон b4 слон b4 еще раз шах в этой ситуации черные могли бы отойти на например на f2 королем или же на d1 но они сыграли слон т2 прикрываются таким образом но это этот ход считается опасным так как защита белых ослабляется слон d2 фельдь c2 вот такой решающий ход партии можно сказать так как уже проходная пешка а и так является опасной если взять ладьёй пешку а2 то будет вилка фельдь b2 шах и возьмем эту ладью фельдь c2 ладья d1 я сыграл фельдь b2 если взять эту ладью то ясное дело что пешкой мы берем ладью и эта пешка превращается в фельдя в любом случае мы отыгрываем эту ладью и материальный перевес черных увеличивается слон b4 белые взяли моего слона a1 фельдь я очень извиняюсь вернее здесь я не сыграл фельдь b1 я сыграл фельдь b2 я взял эту пешку так как b1 вообще тоже логичный ход но в принципе я лично думаю что фельдь b2 более подходящий ход так как мы одновременно защищаем слона и пешку и проходная пешка тоже защищена белые берут этого слона b4 a1 следующий фельдь белые взяли этого фельдя ладья a1 но взяли эту ладью фельдь a1 шах король e2 фельдь b2 шах вилка но белые прикрываются слона чтоб не тереть слона фельдь d4 фельдь f6 хотя не было никакого смысла обе ладьи защищены можно было взять на f7 пешку так как после чего пешка e и пешка f пешка e и g будут более опасными будут уже считаться проходными но белые сыграли фельдь фельдь f6 фельдь f4 шах ладья e3 фельдь g2 шах король d1 фельдь f2 взяли эту пешку фельдь f7 только теперь забирают белые эту пешку д4 нападают на ладью пешка d4 защищена ладья e2 белые нападают на моего фельдя и мы отвечаем контратаке ладья df8 фельдь взяли пешку ладья f1 шах ладья e1 и в этот раз я совершил очень грубейшую ошибку не надо было не надо было брать пешку e5 теряется ладья но я это не заметил я взял эту пешку фельдь e5 и белые сразу заметили взяли мою ладью ладья f1 но я исправил свою ошибку своей проходной пешкой d3 ладья f2 белый усиливает защиту своего слона хотя в этом не было никакой необходимости можно было бы сыграть ладья f7 затем 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 фельдь c7 мат вернее фельдь b7 и дальше фельдь d7 но черные не заметили это вернее белые не заметили это сыграли ладья f2 сороковый ход ладья e8 и белые сыграли слон f4 хотя в этой ситуации идея заключается в том что после того как фельдь отходит они ставят фельдя на c7 уже завершая игру победы но мой соперник после партии признался что он даже не видел не видел эту тактику он просто хотел отогнать моего фельдя но не заметил что его король в этом случае находится в опасности так как уже поле e1 не защищено сыграли слон f4 и вот решающий ход фельдь e11 королю уже как вы видите некуда двигаться там пешка занимает поле c2 проходная пешка также е2 тоже занимает но там и так в любом случае стоит фельдь фельдя защищает ладья то есть в этой ситуации как вы видите материальный ну минимальный материальный перевес у белых так как я совершил грубую ошибку потерялась моя ладья у черных три пешки фельдь и ладья а у белых слон ладья фельдь и одна пешка причем эта пешка может даже считаться проходной так как уже находится на пятой линии и с помощью тяжелых фигур можно усиливать усиливать ну например взяв брав пешку на h7 черную и дальше уже двигаться поддерживая эту пешку ладьей а также и слоном вот такая интересная партия то есть белые совершили немало ошибок но я признаю что я тоже совершил ошибку потерялась моя ладья можно было бы за более короткое время совершить эту партию но мне моя стратегия понравилась тем что у меня появилась проходная пешка а которая считалась очень опасной даже в середине этой игры после чего потерялась ладья у белых ладья которая стоит на а1 ей некуда было двигаться в любом случае она терялась так как она не была защищена какой-нибудь другой фигурой потерялась вот таким образом ладья я и уже о моих новых видео спасибо большое за внимание увидимся в следующих видео пока до свидания это